Жители домов в районе улицы Политаева в горроще одними из последних узнали, что во дворе у них вместо детского садика, который примерно 20 лет назад закрылся и позднее превратился в институт, теперь появится 12-этажный дом с подземной парковкой. То есть машина будет, тут будет сплошная у нас трасса. У нас район тихий, спокойный, здесь садики, это первое. Пенсионеры все живут. Дайте детям садик, дайте школу или что-то, сделайте детям, старикам сделайте хотя бы спортивную площадку. Негде детям гулять. Ранее неподалеку были построены новые дома. Застройщики обещали организовать общие детские площадки для всех жителей. Не только у одной девятиэтажки, но и у второй большой. Там нет вообще никакой площадки. И вот они с детками ходят, приходят пока вот сюда. Так что дети играют во дворах старых жилых домов. Местные жители удивляются, почему этот бывший детский садик не пытаются восстановить, сделать из него хотя бы ясли, чтобы улучшить ситуацию с обеспечением местами детей в дошкольных учреждениях. Ведь, как известно, с двухлетними детьми эта проблема остается открытой. И, конечно, все собравшиеся недовольны вырубкой деревьев, особенно восьми огромных елей. Год назван, президентом назван, год экологии. Но какая же это экология, если на наших глазах, без нашего спроса, выпиливается такое количество хороших деревьев, теперь мы беспокоимся о судьбе этих голубых елей, и никому это не волнует, это никого. Ну как же это такое? А почему не спрашивают с нас? Мы что, здесь не люди? Именно с вырубки деревьев началась подготовка площадки к строительству нового дома. Бензопилы заработали вечером в понедельник. Это и привлекло внимание местных жителей. На месте у подрядчика нам удалось выяснить подробности. Вот разрешение строительства. Выданно администрации города Рензопилы. Какого числа выданно? 30 декабря 2016 года. 20 января жители собрали подписи, чтобы отнести их своему депутату с тем, чтобы установить, правомерно ли это строительство и сделать все возможное, чтобы остановить процесс. Примечательно то, что спиливались деревья прямо на фоне приемной депутата Худякова Романа Евгеньевича. По совместительству он, к слову, председатель комитета по муниципальной собственности и земельным вопросам и член комитета по градостроительной деятельности и городскому хозяйству. Точно так же, как вы. Я хочу понять, во-первых, что здесь будет строиться, во-вторых, законность этого строительства. Спустя некоторое время среди собравшихся появился и представитель рязанской фирмы-застройщика «Комфортное жилье». В ту счастливую минуту, когда встретились все стороны, их представители отправились на переговоры в приемную депутата. У нас, в первую очередь, конечно, задачи ни с кем ссориться нет. У нас задача, начатая нами, довести до конца, ну и, соответственно, что-то сделать для города. Застройщик заверил, что благоустроить не только свою, но и муниципальную территорию, организуют пешеходные дорожки, будут посажены деревья. Мы для себя четко приняли решение, что мы такие же ели посадим на нашем земельном участке, и со временем они тоже вырастут. Договоренности с администрацией обязаны были быть, потому что, несмотря на то, что ели эти растут на вашей частной территории, компенсационная выставка должна была быть. Поэтому, если она будет, я имею в виду не ваши слова, а договоренности, закрепленные договором с администрацией, мы должны увидеть. Как случилось, что до начала строительства вопрос с елями, липами и тополями не обсуждался, неизвестно. Мнение жителей также никто не спросил. Но одно уже точно понятно, что после этой встречи представителям власти, горожанам и строителям нужно будет продолжать взаимодействовать. Ведь вряд ли процесс строительства нового жилого комплекса бизнес-стандарта под названием «Горожанин» будет остановлен.